В эфире «Панорама Севера» в студии Елена Гончарова. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вдохновилась молодежь и, наблюдая за ловкими движениями двоеборцев. Мне очень понравилось, как тут жонглируют гереми. Возможно, в следующем году я приму участие. Но зачем же ждать целый год, если можно попробовать свои силы сейчас, уверен Александр Михеев. Без особой подготовки ему удалось поднять гири больше 20 раз. Тяжеловато. У меня выносливость не очень хорошая. Довольно-таки приятные ощущения остаются. Ну а пока юноша копит силы для следующего состязания, горожане наслаждаются песнями человека поистине многогранного. Профессиональной лыжницы, теле- и радиоведущей, предпринимателя, певицы Ольги Лойтер. «На краю, на краюшке земли, мы с тобой, он там быстро развеет». Пронзительные лирические композиции о северной земле, лесной сказке, ну и, конечно же, о чистой и светлой любви в исполнении Ольги Лойтер не оставили равнодушным гостей праздника. Настроение очень хорошее. Песни в исполнении Ольги Лойтер очень понравились о северном крае. А это площадь у кинотеатра «Мир». Здесь, на концертной площадке, свое душевное тепло и отличное настроение горожанам подарили лучшие артисты и творческие коллективы по морской столице. В их исполнении звучали песни на музыку архангельского композитора Сергея Сараева. За морским закатом, юным месяцем, он придет за мной, ночью встретится. Сиять улыбком горожан помогал и концерт заслуженной артистки России Аллы Сумароковой. Он проходил у театра драмы. Песни разные, задорные, озорные, лирические, протяжные сменяли друг друга. В них все фольклорное наследие нашей страны. Эта творческая площадка объединила людей разных возрастов. Архангел-городцы Михаил и Илья концерта Аллы Сумароковой ждали очень долго. Наконец-то их мечта воплотилась. Они спели с любимой певицей. Замечательный праздник, безумно нравится. Да, особенно Алла Сумарокова. Она, как и мы, архангел-городцы, и мы, патриоты, болеем сердцем за нашу родную певицу. И очень хотим, чтобы она добилась высот, и мы вместе с ней также будем их добиваться. Если мы танцуем, если мы улыбаемся, значит, мы довольны. Именно так город четырех веков вступил в свой новый 431 год. Инга Швецова, Илья Сумароков, Панорама Севера. С 23 по 29 июня святые мощи и Акима, и Анны находились в храмах Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Все верующие могли поклониться святыням. О том, как встречались святые мощи в Новодвинске, наш следующий сюжет. С самого утра храм Покрова Божией Матери не пустовал. При коснуться и поклониться великим святыням пришло немало православных новодвинцев. Мощи святых во все времена всегда особо почитались христианами. В нашем храме сегодня, в городе Новодвинске, находятся мощи святых праотец, родителей Богородицы Якима и Анны, часточка животворящего Христа Господнего, того Христа, на котором был распят Иисус Христос. Мощи святых, имея очень большую силу, даже могут отвернуть гнев Божий. Любит нас Господь, любит Господь жителей города Новодвинска, потому что первый раз за всю историю города, наверное, вот такая святыня большая прибыла сюда. Святые Иоаким и Анна, родители Пресвятой Девы Марии, жили в Назарете Галилейском. Они не имели детей до глубокой старости и всю жизнь скорбели об этом. Им приходилось переносить презрение и насмешки, так как в то время бесщадие считалось позором. Но они никогда не роптали и молились Богу, смиренно уповая на его волю. И молитва святых супругов была услышана. Им обоим ангел возвестил о том, что родится у них дочь, которую благословит весь род человеческий. Силою Божию преисполнен весь ангел Господень святому Иоакиму, пустыни и речей ему. Услыша Бог молитву пою и изволи дати себе благодать свою. Все божена твоя Анна зачнет и породит тебе тщер, о ней же всему миру будет радость. Сия рек бесплотный, повеле ему ко храму Иерусалимскому паке от идти. И еже он супругу свою моляшуся обрящет, с ней же в купе, да ваш поет там охвалебную пись Богу Израилеву. Аллилуйя! 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 Традиционно родителям Пресвятой Богородицы супруги молятся о даровании детей. У святых мощей в Покровском храме выстроилась нескончаемая очередь новодвинцев разного возраста, пола и социального статуса. У каждого пришедшего своя благодарность святым праведным и просьба о помощи. Ситуация, которая сложилась в Котловском реабилитационном центре для детей-инвалидов, неоднозначна. С 1 сентября старшую группу реабилитационного центра для детей-инвалидов переводят с полного дня на четырехчасовое посещение. Но грядущие изменения пока не могут принять родители особенных детей. Подробнее в репортаже наших котловских коллег. Сейчас мы тяжелые для них стали. Они так и говорят, у меня нет обслуживающего персонала, который бы ее поднимал, садил на горшок. В парк навстречу с нами приехала часть старшей группы реабилитационного центра. Остальные родители не захотели выносить ссор из избы. Хотя возмущение этих мам разделяют в полной мере. Ведь истории у них похожие. Мы сидели 10 лет дома. Три года назад центр открылся. Нас пришли и даже домой позвали. Что вот у нас открывается центр. Пожалуйста, приводите своих детей. В центре не было никаких услуг, еще ни медицинских, ничего. И мы как бы, да, вроде бы поверили. Привели туда своих детей. Вот мы вот все здесь то присутствуем первыми. И ходили. В этом году, в апреле месяце, мы узнаем, что с сентября 2014 года нам предлагается дневную группу, как бы нас в дневную группу не берут, а предлагают ходить на услуги на 4 часа. Просто обидно то, что в городе создан такой центр. И сейчас как бы вот основная группа детей, которая должна посещать его, вот колясочники, дети. И сейчас, получается, нас же и расформировывают. Эти дети посещают реабилитационный центр с первых дней после его открытия. У них сложные заболевания. Детский церебральный паралич. Находясь в центре с 9 утра до 6 вечера, они получают все, что нужно. Медицинские процедуры, питание, сон, кто-то школьные занятия. Но самое главное – общение. Когда группу переведут на 4 часа в день, многие сразу отсеются, считают родители. Учебу, скорее всего, им придется продолжить на дому. Но самое главное, чего боятся мамы, что их особенные дети, узнавшие, что такое общество и общение, вновь окажутся в четырех стенах. Они же находятся целый день в группе. И, соответственно, и в плане общения, и в плане развития все равно они учатся вместе как-то общаться и все. Директор реабилитационного центра Людмила Данилова считает, что эти мамы и папы не правы. Действительно, за три года с их детьми проведена колоссальная работа. Но больше помощь центра в таком объеме им не нужна. Когда мы видим, что ребенок готов к тому, чтобы сегодня общество его уже приняло, он умеет общаться с окружающими его в центре детьми. Он готов выходить на городские площадки, участвовать в конкурсах. Он готов сегодня к общению с обычными людьми. Грех держать ребенка в нашем центре. То есть это неправильная позиция. Не найдя взаимопонимания с руководством центра, родители направляют коллективное обращение в нашу администрацию, уполномоченному по правам ребенка при губернаторе, в областное правительство. Лето – благодатное время для проведения разного рода акций под открытым небом. Совсем недавно в Архангельске прошла благотворительная акция по обмену вещей взамен. А сегодня, 1 июля, Центральная городская библиотека имени Ломоносова открыла на Чумбаровке летний читальный зал. Как к подобным мероприятиям относятся наши горожане и какие еще, на их взгляд, акции можно провести в Архангельске? Об этом узнаем из сегодняшнего опроса. Мне все время хочется, чтобы обратили внимание на детей. Для детей акции и игры всевозможные, развлечения. Ну, все для детей. Потому что если мы сейчас, и спортивные мероприятия, конечно, если мы сейчас детям не уделим внимания, то что потом? Я считаю, что положительно надо относиться. Я бы считала, вообще надо бы как бы побольше организовать посерьезнее это мероприятие по обмену между людьми. Не только одеждой, но там стульями, столами, мебелью. Против курения, против алкоголя День города, потому что столкнулись с такой ситуацией, что очень много народу было в не очень хорошем состоянии на концерте ДДТ. Я хорошо отношусь к акциям. Они помогают детям научиться читать или приобщают людей к чему-то хорошему и полезному. Ну, я не знаю, какие акции могли бы люди, какие еще акции могли бы проводиться, потому что нету чего-то такого, чего не проводится в Архангельске или не проводилось. Продолжит выпуск новостной дайджест. Информация короткой строкой. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Все лето в Архангельской областной детской библиотеке имени Гайдара все желающие смогут посетить мастер-классы по созданию видеороликов по стихам детских поэтов. Мастер-классы по созданию видеофильма пройдут в рамках передвижной фотовыставки «Люди детской литературы». Узнать о времени проведения мастер-классов можно по телефону 21 58 75. Подарок к юбилею поморской столицы сделал и краеведческий музей. В день города в его стенах открылся новый выставочный зал «Архангельск. Первые ворота российского государства». Уникальные экспонаты с вековой истории уже рассмотрела Елена Матвеева. Чем жил Архангельск 17 века? Международной торговлей. Какими звуками полнился? Спешной наземной речью и скрипом корабельных снастей. Увидеть и услышать город, которого давно нет, теперь можно в гостиных дворах. Здесь проходил самый крупный европейский торг, который не просто влиял на жизнь Архангельского поморья, но и оказывал значительное влияние на жизнь всего российского государства и даже на европейских торговых партнеров. В 17 веке только таможенные сборы Архангелогородского торга составляли две трети государственного дохода России. Неудивительно, что в это время замирала торговая жизнь даже в Москве. Серебряные пять крон словно только что достал из кошелька датский купец. А вот и центральный экспонат выставки «Деревянный крест» в полторы сажени высотой. Когда-то на нем была надпись на голландском языке «Сей крест сделал шкипер Петр в лето Христово 1694-го». Шкипер Петр — это будущий Петр Великий. Молодой царь собственноручно вытесал обетный крест в память о чудесном спасении во время шторма на Белом море. А это копия первого российского флага. Точно такой развивался на корабле «Святой Павел», построенном на Соломбальской верфи. Город Архангельск — это начало международных связей и вообще начало развития и внешней политики России. Вот эта выставка об этом в том числе рассказывает. Это новое освещение города Архангельска и ее роли в истории России. Елена Матвеева, Алексей Шаршов. Панорама Севера. Вся палитра Архангельска на телеканале ПС в рубрике «Открытый город». Вы сможете увидеть на нашем телеканале церемонию награждения выпускников САФУ «Золотой фонд университета». Победителями конкурса «Золотой фонд университета» в этом году стали 53 выпускника Северного Арктического федерального университета. Концерт прославленного коллектива Государственного академического ордена дружбы народов Кубанского казачьего хора, который прибыл на юбилеи Архангельска по приглашению мэра Виктора Павленко в рамках проекта «От сердца к сердцу, от моря черного к морю белому». Праздник для молодых, активных и талантливых, молодежный бум, спортивные состязания, шоу, танцы в Доме молодежи в Архангельске. На телеканале ПС можно увидеть самых обаятельных и привлекательных девушек столицы Поморья в конкурсе «Мисс Архангельск». В день города кульминацией праздника стало театрализованное представление «Град над Двиной», трансляция которого прошла на телеканале ПС. Видеозаписи концертов и праздничных мероприятий вы сможете приобрести в редакции телеканала ПС. Звоните 65 63 26. Весь город на вашем экране, только на круглосуточном городском телеканале ПС. И в сетевизоре портала «Правда Севера». Ловись, рыбка большая и маленькая. Сильнейшие рыболовы-спортсмены провели второй этап открытого чемпионата Архангельска. Подробности в материале Виктора Кузнецова. Традиционные ежегодные соревнования по спортивной рыбной ловле, приуроченные к празднованию Дня города, проводятся на берегу Северной Двины у железнодорожного моста и собирают сильнейших спортсменов Архангельска и области. В них принимают участие самые сильнейшие спортсмены Архангельска, Северодвинска и из Виноградовского района. То есть здесь у нас только перворазрядники и кандидаты в мастера спорта. Рыболовный спорт – особый. Успех здесь определяется не столько качеством снастей и снаряжения, сколько умением привлечь удачу на свою сторону. Фортуна благоволит тем, у кого заманчивее наживка и кто владеет секретами прикормки. У каждого свои рецепты. Каждый прикармливает по-своему. В двух точках прикормка. Одна вот близко с берегом, в расчете на мелкую рыбу и вдалеке. Прикормка начинает действовать не сразу. Через 40-50 минут первыми на крючок попадают в основном уклейки и верховодка. Но, как правило, на каждом соревновании спортсмены вылавливают приличные экземпляры в полкилограмма и больше. В этот раз лучшую снаровку показали и стали победителями. Архангелогородец Анатолий Кокорин и команда Архангельска-1. Виктор Кузнецов и Илья Самуроков. Панорама Севера. В заключении выпуска информация о курсе валют. По данным Центробанка на 2 июля. Доллар США 34 рубля 23 копейки. Евро 46 рублей 83 копейки. Это была информационная программа «Панорама Севера». В студии работа Ильина Гончарова. Всего самого доброго и до встречи. В Вильске 2 июля ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха плюс 19-25 градусов. В Котласе пасмурно от 16 до 20 тепла. В Мирном малооблачно плюс 17-19. В Новодвинске небольшой дождь плюс 17-19 градусов. В Архангельске в среду 2 июля облачная погода, небольшой дождь, ветер восточный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 9-11 градусов, днем от 14 до 19 выше нуля. Атмосферное давление будет падать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова